Рак 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 Ой, блять Все сломалось Слушал свой трек И все по пизде пошло Пацаны Что за мир Треки сливают И даже послушать свой трек не дают Просто пиздец Сорян, что припозднился Я собирался минут на 20 раньше выйти Но что-то это Много, в общем, хуйни сегодня произошло Всякой, как вы могли заметить Салют, салют всем Что, давайте еще чуть послушаем Сейчас народ потечет И будем общаться У меня исправилось настроение Благодаря, кстати, вам Потому что я Ладно, чуть позже, короче, об этом Как насчет батла с грязным? Ладно, короче Я бы так понял Все здесь И засыпаю по ночам Так Салют, народ В общем Я очень рад, что вы все сегодня здесь Как вы знаете Наверное Или если кто вдруг не знает Пора бы узнать Сегодня вышел трек Arkham 5 Это новая часть Истории О нашем с вами городе О том, что мы создаем вместе Вот уже на протяжении 5 лет Ну, то есть Мало кто конкретно Из присутствующих здесь Точнее, я думаю Даже никто Со мной на протяжении 5 лет Но Люди приходят Люди уходят И сейчас Я обладаю такой фан-базой О которой я в жизни, блядь Мечтать не мог И Если кто не в курсе Arkham Это наше с вами детище Я очень рад, что Вы все Сейчас мои гости В этой трансляции Гости в этом городе И Я очень рад, что я Я как понимаю Периодически бываю Йоу У меня тут залагала Чуть трансляция Да, футболка Мне тоже нравится Я даже Я как-то был в Барселоне Ну, как вы знаете Несколько месяцев назад И Ко мне там на улице Подходили люди И спрашивали О, что это за футболка Как-то Меня всегда это поражает В Европе Особенно в столицах Что там Ну, настолько люди В среднем Более открытые И я не Типа Это не такая хуйня Типа Эй, Россия плохо Ну, просто Просто правда Менталитет чуть-чуть По-другому там заложен И люди там могут Просто подойти на улицу Спросить Йоу Типа Что это у тебя за футболка И это охуенно прикольно Так вот Вышел пятый Arkham И Как вы знаете Трек Слили раньше времени Не по моей Естественно Вине И Сразу Первую версию Убираю Не по вине Игоря И не по вине Хэла Никто Никого Не предал Вот И Большое всем Спасибо За репосты И за то Что вы помогли Золотать Вот эту вот Дыру Которая Произошла Из-за того Что мы все Подготавливали К определенному Времени релиза А трек В итоге появился В сети На самом деле На 4 часа Раньше Чем должен был Но запустили мы его На 2 часа Раньше Чем собирались Давайте я чуть-чуть Поотвечаю на вопрос Потом расскажу Как так произошло Скажи привет Пожалуйста Привет Пожалуйста Привет Геннадий Когда в Курск Со времен Солнца Ждем тебя там А Я понял Здравствуй Дима Это кстати Вот мне сейчас Написал Мой одноклассник В трансляцию В Курск Может быть Когда-нибудь Непонятно Вроде в следующем Туре не планируется 5 лет с тобой Геннадий Если это правда Я понимаю Что можно так Написать По приколу Но если Тут есть правда Люди Которые меня слушали На тот момент Когда выходил Первый Аркхам Ебать Ну Вы Просто Просто Мне Роднее Некоторых Членов Моей семьи Передай привет Если сможешь Передаю привет В Киеве будешь Ну да Я вроде Начал потихоньку Отходить От вот этого Занавеса Информационного И точнее Блять Сори ребят Сори У меня Залагало Чуть-чуть Опять Вот Так ЕКБ Есть в планах На тур Да Конечно Есть Так вот Насчет Киева Я бы Я бы в Киев Уже С радостью Съездил Уже Все Я хочу Увидеть Своих Людей Из Киева Тоже Вот Рамирес С тобой Баттлить Не против Будешь Выносить Ну Мы с Рамиресом Пообщались В тот день Когда он Баттлился С Картрайтом И Ну он Естественно Как и очень много Кто оказался Супер Охуенным Типом В жизни Но Я уже не уверен Что я хочу С ним баттлить То есть Мы сначала Их звали Полгода Баттлить 2 на 2 С алфавитом Потом я Полгода Звал его Баттлить Со мной 1 на 1 На битах И Я-то думал Что прикол В том Что это будет Его первое Появление Там Что он Будет В маске Что он Будет На битах Разносить Типа В привычном Его стиле А сейчас Какой-то Шарм У этого Уже Пропал И я Не уверен И это Это вообще Никакого Дезреспектора Мируса Повторюсь Он охуенный Чувак Но я не уверен Что я Уже Этого Хочу Посмотрим Посмотрим Короче Я не Отказываюсь И не подтверждаю Просто Может быть Произойдет Но уже Чуть меньше У меня Конечно Пыла В эту сторону Чем раньше Багиру В студию Просим Вообще Как нехуй Петь Иди сюда Посмотри На ребят Все Багира Ну Ты мне Так Я начал Читать Большое сообщение Гоуфит С Мироном Конечно Поехали Так Расскажи Про Алфу Я Даже не знаю Что рассказывать Про Алфу Я просто Не уверен Что я Уполномочен Рассказывать Определенные вещи Которые я знаю Но Все что я Уполномочен Рассказывать Я уже писал В твиттере И если кто Не в курсе Я повторюсь Алфавит Живой И здоровый Не нужно Переживать Насчет его Физического состояния Все с ним В порядке То есть там Гуляют какие-то Ебанутые теории Что он там умирает Посмотрите Как он похудел Но он похудел Он молодец просто Вот То есть С ним Все в порядке А что дальше будет То пусть будет дальше Здоров красавчик Здоров красавчик Салют всем Так Что тут еще Поспрашивают У Риктор Здорово Здорово К По Су Аркам Как город Не знает Столько Историй Когда новый Баттл На битах Можешь не выступать Просто мы С квасом Тарасом Замутим Тяжело Тяжело Я Челябинск в туре Будет Надеюсь Будет Ребят Я просто Пока Пока еще Не определено Все с туром Я уже Объяснял Что Я не готов Больше ездить В огромные туры Потому что Я понимаю Что к городу К тринадцатому К пятнадцатому Даже Ну может быть Даже не к пятнадцатому Но ближе к двадцатому Я понимаю Что я Выжат К хуям собачьим Как лимон И Я могу Выйти на концерт Я могу дать его Могу дать его хорошо Но я не могу Дать его честно А для меня В творческом Моем пути Всегда превалировала Именно честность И честность И с собой И со своими Слушателями Ну то есть С вами И я не мог Ну не хочу Выходить на концерт Когда я вот Такой вот заебанный И когда я только И жду Когда все это Закончится То есть Последние пару Городов Большого тура Нашего Тогда с Алфом Я давал Вот уже Уже так Прямо из последних сил Такой Да когда Давайте уже И мне это Абсолютно не понравилось Я не хочу Обманывать людей Люди Ждут там Встречи со мной Они хотят там Со мной пообщаться Они хотят А я злой Заебанный Это неправильно Поэтому Точно так же С двумя турами В году Ну не могу Я не могу Не могу поехать зимой Я буду злой Поэтому в прошлом году Был один тур Он был в теплое время года Там было Десять с чем-то городов Было просто охуенно Мне все очень понравилось И в этом году Будет скорее всего Так же И Подождите Анонс Будет Когда-то Когда-то Когда будет Почему удалил Почти все фотки с НСТы А да Разонравились Ну удалил И как бы они Во-первых Они никуда из интернета Не пропали Потому что интернет Все помнит А во-вторых Ну нужно иногда Как-то чуть-чуть Очищаться Проводить какую-то Перезагрузку И вот такие формальные вещи Как потереть просто там Фотки из НСТы Какие-то Старые твиты Это Это этому помогает Честно Так Когда батл с топором Давайте Что я там Пообещал Нарассказывать Батл с топором Мы снимаем Вот уже Получается Через 4 дня 4 марта Будем батлиться Под биты Если кто еще не в курсе Это BPM Я очень давно хотел Забатлиться с топором Потому что Когда в 13 году Вышел первый версус Вот там где батл с топор Со стимом Я посмотрел его И я сидел Такой ошарашенный Я думал Пиздец Все На этом нахуй Умер батл рэп Похоже у нас Нет шансов Но потом Начали выходить Типа Нормальные батлы Я такой Да Да Все в порядке Но Вокруг топора Создался какой-то ореол Что он Какой-то Невъебовый батлер Я никогда Этого не понимал И Мне есть Что просто Что про это сказать При всем этом Он Охуенный чел В жизни И Ну Насколько я могу Судить по общению Но Рэп Это просто Пиздец Ребят Так что Будем батлиться с топором 4 марта Не знаю Куда выйдет батл Ну Я думаю Что вот В марте Он собственно И выйдет Вот Автопилот Лав Привет Максим Мурашов Передал привет Да Я тоже люблю Трек Автопилот И он мне Очень Дорог Потому что там Икс Винер Поет припев Ну то есть Для меня так Было важно Чтобы Игорь И раскрылся И в качестве Исполнителя На моем Первом сольном Альбоме И Мне кажется Там Ну получилось Это просто Полноценно сделать Ты такой охуенный Прям как я Я у респект Респект всем охуенным Вот У топора Неплохие треки Ну Ладно Так Настроение поднимаешь Как твои песни И И вы мне Вот я вот хотел Как раз Да Про это Сказать Я Когда Произошла А Точно Я же не рассказал Ситуацию с треком Так Что ты считаешь По поводу Последнего высказывания Кизару Я Ребят За высказываниями Кизару Очень тяжело Следить Потому что Ну он Очень много Всего Говорит Очень много С кем бифиться И я В какой-то момент Такой Ой Стоп Хватит Я перестал получать Эту информацию Где была лучше Отдача СПБ МСК Если в Москве То извиняйте Рвал глотку Как мог Во-первых Отдача была Просто охуительная И в Питере И в Москве И она И в Питере Была лучше Чем на предыдущем Концерте В Питере И в Москве Была в разы Лучше Чем На предыдущих Концертах в Москве И это не в минус Предыдущим концертам Потому что Они тоже были охуенные Но в этот раз В Москве Был просто разъеб У нас Во-первых Там было В полтора раза Больше людей Чем в прошлый раз Во-вторых Там был просто Охуенный Огромный Слэм Мошпит И если кто-то Собирается Приходить На мои концерты Еще в столицах Знаете Что там Теперь еще И месяца Люди Как Блять На Самых Охуевших Рейвах И я прямо Очень этому Был рад Потому что Мне нравится Когда люди Полностью Отдаются Я не Осуждаю Людей Которые Приходят На концерт Просто Чтобы посмотреть Как артист Выступает Как он Ведет себя Живьем Но Концерт Наиболее В нем Там Там Было Больше Людей Там Был Больше Клуб Ну И Я не могу Винить Питер В том Что Так Было Потому что В Питере Было Тоже Просто Невероятно Разгромно И Круто Вот Так Че тут Еще У нас Так Заслушался Новый Трек Что Пропустил Прямой Эфир Ну Вот Все Кто Хотел Послушать Новый Трек У вас Было Время Из-за Того Что Припозднился С Эфиром Так Теперь Рассказываю Про Ситуацию С Треком В Общем Произошла Просто Тупейшая Еботека И Объясняю Как Сейчас Происходит Релиз Треков Нужно Обязательно Все Обговорить С Руководством Вконтакте Прежде чем Релизить Трек Потому что Они Помогают Все Сделать Более Удобно И для Исполнителя И для Слушателей Потому что Они Выдают Ссылки На Бум Они Иногда Там Помогают Как-то С пиаром Треков Ну В общем Контакт Он идет На Контакт Здравствуйте Идет на Контакт С исполнителем И нужно С ними В кооперации Работать Плюс Я Ну Уже Достаточно Долгое Время Но Работаю С Менеджментом С Букингом Раймс Букинг И в общем Раньше Я просто Садился За компьютер И сам Заполнял Все Насчет Трека Оформлял Пост Выкладывал В одну Харю Тратил На это Целый День Но Контролировал Все в одиночку Сейчас Так нельзя Сделать И есть Большая Цепочка Я Мой менеджер Букинг Потом Чувак Из Букинга Который Занимается Связью С контактом Менеджер Со стороны Контакта Еще там Какие-то Инстанции И Вот На каком-то Этапе Этой цепочки Ну Я уже Выяснил На каком Но я просто Не хочу Там Афишировать Потому что Это будет Каким-то Ну Вы поняли В общем Это все В общем Никто Не имел Никакого Злого Умысла Это просто Техническая Ошибка Общение Что Вот 28-го Числа Выходит Аркхем 5 Оно Перефразировалось То что 28-го Числа Выходит Аркхем В 5 И Все Это Блять Машина Попиздавала Поехала И в общем В итоге Трек Открыли В 5 часов Вечера Для контакта Его по сути Если постараться Можно было найти Уже С 5 часов Вечера Я Ну Я это Заметил Не сразу Потому что Слив Ну Непосредственно Уже На какую-то Широкую аудиторию Произошел Не сразу Потом Начали кидать В комменты На риф Мои панчи Начали кидать В комменты Мне И Я такую Панику Словил Это просто Пиздец Потому что Я Везде Написал Что будет Трек В 21.05 И для меня Было Очень важно Выложить его В 21.05 Потому что 5 минут 5 арка Ну Символизм Вы знаете Я Люблю Всякую Такую Хуйню И Ну То что Он вышел В итоге В 5 вечера Это тоже Да Конечно Символично Но Меня Конечно Это жестко Жестко Выбило Из колеи Я запаниковал Я посудил Человека Тереть комменты Там была такая Хуйня Что все Кто кидал Трек Ну Пока мы Решали Что делать С этой ситуацией Все сообщения Стирали И всех Банили И мне было Так стыдно Ну типа Люди же Они наоборот Пытались поделиться Поэтому Как только мы Все Разрулили Я сам зашел Лично всех Разбанил И Еще там До хуя Просто По инерции Вот Поэтому Вся Вот эта Вот Тема С Подготавливанием Каких-то Постов В пабликах Подготавливанием Людей К тому Что трек Выйдет В определенное Время Пошло По пизде И пришлось В общем Выложить трек На два часа Раньше Чем Мы собирались Ну у меня Это первый раз В жизни Потому что Никогда Ничего Не сливали И я думал Всегда думал Как это Может произойти Как может Слить Могут Слить Любом Я всегда думал Что когда что-то Сливают Это всегда Пиар-ход Но Вот нет Происходит Такая хуйня Вот Слили трек И конечно Уже Половина людей Из тех Кто ожидали Вот именно Сидели Поджидали его Они его Увидели в комментах Послушали Половина Ждали его К девяти вечера Это очень Ударило По Ну По вот этой Первоначальной Волне Эффекта От трека Но Я Очень Вам Всем Благодарен Всем Кто Репостнул Этот трек Потому что Ну В итоге Я охуелся Дач Просто охуел Я вот зашел Сейчас Ну я Долго Разруливал Разбирался С этой ситуацией Я зашел Там уже Больше Косаря Репостов Я просто В ахуе И Все Мои Жители Архема Разъебали Все как Обычно Потому что Короче Я часто Очень об этом Говорю Я не хочу Мозолить этим Уши Глаза Не хочу Приседать Не хочу Выглядеть Как артист Который Высасывает Как-то Из пальца Какие-то Семейные Отношения С Своей фан-базой Я Я Отдаю себе Отчет Что Среди Людей Которые Меня Слушают Бывают И долбоебы И это Правда Происходит Но Когда я Вижу Когда Что Люди Могут Так Сплотиться И так Подержать Меня и мою Команду В какой-то Тяжелый Момент Я просто Мне блин Плакать Хочется И это Меня Сильно Очень Разносит И Большое В общем Еще раз Большое Спасибо Всем Кто Репостил Трек Всем Кто Как-то Помог Его Все Рассказал Историю С батлом Рассказал Историю С треком Вот Давайте Я теперь Еще немножко Подвечаю На вопросы И потом Поговорим На тему Нового Релиза Как вам Так Сколько Девушек Было Ну С тех пор Как Популярность Пошла Увеличилось Десятикратно Количество Ну то есть Осталось Ноль Вы поняли Да Да Ну я просто Обгоняю Вот эти шутки Всегда За тебя Спасибо ребят Я тоже Тоже Всегда За вас И Достаточно Символично Что история Произошла Именно с треком Аркхом Который я пишу Про нас с вами Про Проекцию на город Про то что с нами Происходит И в общем Именно на этом треке Я в очередной раз Понял Насколько у меня Верные и охуенные Слушатели Гены квадрата Слишком хуевые Или нет Объясняю свою позицию По поводу Квадратов По поводу Глагольных рифм По поводу Всего чего угодно Вообще в музыке Если ты Делаешь музыку Которая нравится тебе И если ты делаешь музыку Которая вызывает эмоции Все Ты можешь делать Что хочешь Ты можешь там рифмовать Одно и то же слово Двадцать раз Если в итоге Получается охуенно Я считаю Что математический Подход к музыке Хоть я и сам Изначально математик Как многие из вас знают Это абсолютно В корне неправильно В корне Поняли Да В квадратном корне В корне неправильно И нельзя Подходить к музыке Как к набору формул Где ты можешь что-то Просчитать Где ты можешь сказать Что плохо А что хорошо Плохо Это когда Музыка тебе не нравится И она не вызывает Никаких эмоций Хорошо Это когда музыка тебе нравится И она вызывает эмоции Все Больше Больше никаких параметров Нет Ну Я конечно не позволяю себе Там сам Рифмовать глаголы Или квадраты Но это просто Я это делаю Потому что мне так нравится Я не считаю Что это Какое-то правило Которое Не поддается сомнению И все такое Вот Ген ты читаешь Директ вообще Я В последнее время Вообще Нихуя не читал Нигде Но я Планирую В общем Вернуться к практике Отвечания на сообщение На сообщение Потому что Ну Люди Большинство Наверное здесь Все-таки помнят В времена Когда я Периодически Чекал личку И отвечал Просто очень Очень много Работаем Мы Очень много Работали над Фантомом И сейчас Работаем над Новым релизом Прямо совсем Не остается сил Ни времени Ни на что Вот это Игра слов Ты что Баттл рэпер Я Баттл рэпер Если кто-то Вдруг забыл Versus Made Me Do It Хорошо ли Относишься к тому Что Используя строки Из своих треков Из твоих треков Люди создают Какое-то свое Творчество Хреново сформулировало Но может поймешь Я вообще Ко всему Фэн-творчеству Отношусь охуенно Или даже Не фэн-творчеству Я не считаю Что Паразитирование Это уместное слово В отношении творчества Если человек Создает что-то свое Как-то Взяв За источник Вдохновения Мои строчки Это Это вообще Ну Одна из лучших Похвал Которые Может получить По моему мнению Творец Поэтому Рисунки Вот это все Я обожаю Я всегда все смотрю И Всегда все лайкаю И увидели В общем Мне очень понравился выпуск Поперечного с тобой Очень орала С твоих шуток Да Я тут сходил же Если кто не видел Я был у Дани Поперечного Своего товарища В шоу Плохие шутки Действительно хуевые Это звучит как Сарказм Типа Плохие шутки Действительно Очень ебаные Вот Релизы делаете С Игорем А Релизы делаете Не понял интонацию Про релизы Чуть-чуть позже Как считаешь Рэп и поэзия Это одно и то же Считаешь себя поэтом Я считаю Что Я во-первых Не считаю Ни поэтом Ни рэпером Ни кем Я считаю себя человеком Который делает музло И У нас Настолько стерты Уже рамки Между Всеми жанрами И всей этой хуйней Что Опять же Какие-то четкие Определения Здесь неуместны Ну У поэзии Очевидно Есть какое-то Определение И Рэп это Так или иначе Это стихи Положенные Под бит Ну Грубо говоря Да А поэзия Это создание Стихотворений Поэтому Стихов Поэтому Конечно Это имеет Прямую связь Друг с другом Зачем так Заниматься музыкой Что ничего не успеваешь И делаешь через силу Вообще Ты в корне Меня неправильно Понял Я Ничего не делаю Через силу Я наоборот То что я делаю Оно дает мне силы И То как Какой-то Отголосок вызывает У людей Это наоборот Прибавляет мне сил Я У меня был У меня был долгий Долгий период Когда я попал В какую-то Такую Прострацию И Ничего Долго не писал Но Я из него вышел Не то чтобы Своими силами Но так произошло И я сейчас Заряжен писать музыку Как никогда И Ну Выражение Через силу Оно вообще Здесь неуместно Настолько Насколько Это возможно Все что мы делаем Мы делаем От души И делаем это честно И Никогда не делаем это Когда это приходится Из себя выдавливать Будет арком 6 или нет Да Арком 6 конечно же Будет В феврале следующего года Если Ну Форс-мажоров Каких-то не произойдет То есть я не могу Сто процентно утверждать Возможно я Умру Можешь же быть такое Или пизданусь Нахуй Это Второй вариант Конечно же Более вероятен И даже более вероятен Чем то что Этого не произойдет Почему фантомы удалил Какие фантомы Каждый сможет делать рэп Ну тут тяжело ответить Ну вот Багира не сможет Наверное Да Вот Так Рики Тики Тави Алло Будешь простой Блин хочу Хочу к тебе И вообще на концерт Ну я про тур Уже говорил В начале этой трансляции Я ее не буду удалять Поэтому Если там Пересмотрите Кто вкатывает Из зарубежного Нью-Скула Да мне На самом деле Мне очень много Музла вкатывает Просто Я уже не раз говорил И повторюсь Что прям на постоянной основе Я в плеере Слушаю людей Которые Ну имена которых я Назову И они вообще ничего Вам не скажут Потому что это Неизвестные ребята Но Они мне нравятся По каким-то Субъективным В общем причинам Так что А Нью-Скул Ну я Я ко всему Отношусь Если не с любовью То с пониманием То есть Если мне Мне либо нравится Трек Когда я слушаю Какой-то трек Из Из Новой Стреляющей Какой-то волны Либо я Как минимум Понимаю Ну что В нем Цепляет Людей И поэтому я Нет такого Что я к чему-то Отношусь С диким хейтом Ну в последнее время Арком На повторе Уже два часа Благодаря тебе Полюбила рэп Спасибо Такой Сомнительный комплимент Да Был бы Пару лет назад А сейчас Я скажу Охуенно Респект Гена Привет Как подготовка К батлу Как настроение Ну У меня подготовка К батлу Я уже В общем Несколько дней Потратил на то Чтобы Ну я еще даже Не все дописал Но Я думаю Что вот сейчас Отосплюсь И завтра закончу И уже буду Все репетировать Оттачивать Будет ли алфавит На фитах Ну я уже пообещал В трансляции В конце того года Что Я В этом году Выпущу трек С алфавитом Как вы все Конечно же Знаете Это нихуя не значит Что я что-то пообещал Но я постараюсь Потому что Последнее время Получается Вывозить все сроки Потому что Я научился Ну Не говорить их Когда я точно не знаю Так Что же я хотел еще сказать А ну вот Новый релиз Я уже опять же Говорил это В предновогодней Трансляции Но мы пишем Сейчас три релиза С ребятами Мой сольный Сольный релиз Игоря Иксфюнера И сольный релиз Хэви Они Ну Все будут выходить Я думаю Что Ну В первой половине года Ну до конца лета Ну в общем В каком-то таком Приближении Они все выйдут И Ну У ребят Просто разъебные релизы Я просто с ума схожу То есть у Хэво На большей стадии готовности И там Не знаю Там все песни Просто супер хиты Мне все очень нравится Поэтому Наверное У него выйдет Раньше чем у Игоря У Игоря То что я слышал Это тоже просто Охуевоз Ну и И мой еще релиз Но Я боюсь загадывать Я боюсь Говорить Очень Как-то Слишком уверенно О чем-то Что я на данный момент Делаю Но Я в общем считаю Что это будет Некоторый шаг вперед Так вот Flash forward EP Ждите от меня В ближайшие Несколько месяцев Я Вот так вот Могу сказать Но я надеюсь Что получится Выпустить До дня рождения Вот так вот Хотелось бы выпустить До дня рождения Ты все читаешь Кроме меня Что за несправедливость Спрашивает человек С моей аватаркой Вот Тебя прочитал Можешь немного пояснить За две личности Знаю тебя пять лет Но До сих пор Странно воспринять То Как ты пускаешь слезу На концерте В МСК На треке Fatum Хотя недавно На видео афише Вел себя самовлюбленный Я думаю Если ты видел И видео афиши И был на моем концерте В Москве Ты прекрасно понимаешь В какой из этих моментов Я был более искренен и честен Я уже извинялся За свое поведение На видео афише И у них в комментариях Я писал в своих соцсетях Короче В тот день Что-то у нас не очень Задалась работа на студии И Мы приехали на съемки Я переволновался И я действительно Вел себя как Ублюдок Ну Это правда есть во мне Я не считаю себя Супер охуенно душевным Там Бесконечно чуваком Я правда веду себя Как мудак Периодически И к сожалению На видео афише Попала часть вот такого состояния Это вы еще не видели Первоначальную версию До того Как я попросил вырезать Как я увольняю хэву Во время Во время прямо видео Ну в шутку конечно Ну да кстати Если кто не видел Недавно Ну тоже как Недавно Месяц наверное Назад выходило Видео афиши Где мы Угадываем треки За 10 секунд Узнаем треки Они сто раз Меня поправили Вот И вот спойлер Я себя там вел Не очень приятно И мне стыдно за это Но что было то было Я как бы Не отрицаю Это все равно был я Меня никто не заставлял Вот есть во мне Немножком удачество Тут нет никаких двух личностей Я думаю что Большинство людей Может вспомнить моменты Которыми они там Гордятся И которые они вспоминают С теплотой И моменты которые Они бы сказали Блять Я бы не хотел себя Так повести тогда Я человек Я же не картинка Не какой-то идеальный образ И даже не пытаюсь им быть Так что бывает такое Именно поэтому Я считаю У нас Есть какая-то Родность Какая-то Особенная теплота В общении С моими Слушателями Ну опять же Опять же С вами ребят Потому что По мне видно Что я просто чувак Потому что я просто чувак Вот Как тебе батл с Армиросом Ну я как-то Я ждал большего В общем от него Но я думаю Что у него есть все Чтобы развиваться дальше Черт Геннадий Фарафонов Не могли ли выразить Своё отношение К Алишеру Моргенштерн И ответить на маленький вопрос Будет ли физическим С Эльдаром Джараховым С Эльдаром Джараховым Мы пока не планировали Фитов Моё отношение К Алишеру Моргенштерну Я уже как раз таки Выражал Да блять Сука Разучился говорить Прямо сейчас На ваши глаза Прикиньте Я бы ещё Хуже бы начинал Так запуязываться И к концу бы Трансляции Выяснилось Что у меня ДЦП развился Моргенштерн Прикольный Прикольный контент Ну есть как бы Некоторые Как Ну не претензии Ну Что-то Что я бы сделал По-другому На его месте Непосредственно В рэпе Который он создаёт Потому что Есть небольшое ощущение Что То против чего Он выступает Он сам же и создаёт Почти такую же музыку Но Я думаю Что это Всё дело времени И он зачастую Говорит очень правильные вещи И вот этот его проект Изи рэп Ну действительно прикольно Вот Все мои банны Что греха ты Брат Ты понимаешь О чём я Все кроме Багира Да Оставишь Трансу Да Оставлю Если я не забуду Я Ну вы знаете Вы все знаете Вот ещё одно подтверждение Тому что я Уёба Кто-то ещё Я всё время путаю Там Как её удалить Оставить Рикки Тикитави Мой друган Выиграл Твой альбом Мы ждём тебя В Тамбове Да Кстати У нас же тут проходил конкурс Мы Сделали 23 эксклюзивных диска С альбомом Фантом И да Я конечно же знаю Что диски Это ебучий пережиток прошлого И именно поэтому Мы не сделали Большой тираж на продажу А сделали 23 штуки Чтобы это Был эксклюзив Ну то есть Конечно Их не 23 Мы сделали 23 для конкурса И ещё я сделал себе Там своим друзьям Игорю Хэву Ну вот В общем их там Ну 50 с чем-то В общем И 23 из них пошли на конкурс Мы отправили Только 2 или 3 Ну в общем Около 2 человек В итоге не удосужились Отправить свои данные Им писали До них доёбывались Мол ребят Вышлите уже В общем в итоге Осталась ещё парочка дисков Я думаю Что я придумаю способ Может быть на концерте Кому-нибудь подарю Может быть ещё Как-нибудь разыграем В общем посмотрим Так Почему многие спрашивают За алфавита Ну я уже говорил Кто спрашивает за алфавита Я говорил в начале трансляции Потом если действительно Будет интересно Пересмотрите трансляцию Всегда Кстати считал Это очень странная Хуйня Пересматривать трансляции Так Про релиз сказал Flash Forward EP Будет Надеюсь Надеюсь В апреле или в мае Вот Про Battle Сказал Ну Так Где прятка сука Вот прятка сука Мне нравится очень теория Про то что я крашу прятку Это смешно С нуля лет Крашу прятку Ждёшь Fuel Noir Трилпил Я не этот Не подписан Нигде на трилпила Поэтому я не видел Ещё Про вот этот вот Его релиз Но кстати Насчёт трилпила Опять же Сейчас отсеку Конечно Очень много людей От себя Но вот этот Его клип Как достать соседа Это действительно Свежо Это действительно Прикольно И мне правда Понравилось Охуенно Так что Не хейтите Кого-то Только потому Что это модно Он ответил Когда Фит с Хованом Да Завтра Фит с Хованом Выходит Так Архем Шикарен Спасибо большое Это правда Очень приятно И ещё раз Я не устану Говорить Большое спасибо Всем кто Репостит Трек вконтакте И твитит в твиттере Потому что Из-за сложившейся ситуации Это особенно важно Для меня сейчас Но это Правда Искренне Для меня Всегда важно Потому что Репосты Это Ну По сути Ну вот Если так посмотреть Как бы я не утверждал В треке Crown Me Трёхлетней давности Что Я всё делаю Это ради бабок И славы Дело совсем не в этом И Мне искренне важно Чтобы моя музыка Доходила До сердец людей И до Как можно Не то чтобы она Нравилась Как можно большему количеству людей Но я бы искренне хотел Чтобы как можно Больше количества людей Услышали её Сложили какое-то мнение И Как я уже говорил В трансляции После выхода эпилога Если существуют люди Для которых Мои треки Значит Так же много Как для меня Мои любимые треки На протяжении моей жизни Это значит Что всё это Было на 100% Оправданное И весь мой творческий путь Поэтому Ребят Не скупитесь На репосты Если вам нравится контент Поделитесь им Покажите его своим друзьям Это не сложно Для вас Для артистов В том числе Для меня Это очень большой Плюс И это то Чем мы живём Это то Почему мы это делаем Вот Как видите Я Не делаю это Ради денег Потому что Я Не выпускаю мерч Годами Если бы я Хотел Только заработать бабок Я бы выпускал мерч Каждые полгода Я жду пока Я забракую коллекцию Одна за одной Потому что Я жду пока Он мне будет нравиться Охуенно Я Не езжу В туры Два раза в году На 20 городов Хотя Ну Вы прекрасно знаете И можете посмотреть По статистике Что я бы мог это делать Просто для того Чтобы зарабатывать деньги Но я Хочу быть честным Я хочу быть честным С каждым слушателем Который приходит на концерт Я хочу чтобы он видел Что я хочу находиться Здесь и сейчас И что Я отдаюсь ему Не меньше чем он мне Поэтому Ничего Взамен Кроме Какой-то помощи С распространением Творчества Я от вас Не прошу Да и это тоже Если честно Не обязательно Ну просто Это Это самая Мотивационная Хуйня Это то Что дает Мотивацию Двигаться дальше Это то Что награждает Артиста За его старания И вот еще раз Большое спасибо Всем кто репостит Контент Это гораздо Больше значит Для артистов Чем может показаться Сначала Это всего лишь Клик Но Кто-то из друзей Услышит Кому-то понравится Ты сделаешь так лучше И всем Вин-вин Ситуация Ладно Хватит Как относишься К обладая Сто раз уже говорил Прикольно Я Я хорошо отношусь Вот Так Чем бы Хотел заниматься В старости Я бы хотел Сдохнуть До старости До старости Если честно Потому что Да Зачем Зачем жить Сто лет Как долбоеб Если можно прожить Пятьдесят лет Как охуенный чувак Нравится Five Сделаешь Что-то подобное Я не очень понимаю Что люди подразумевают Под чем-то подобным Когда говорят Про Five Потому что Там уже Вовсю Идет Ну Шел вектор Тот По которому Я и сейчас Развиваюсь Я так понимаю Тематику песен Да Что-то подобное По тематике Песен конечно будет По звучанию Я считаю Что сейчас И так Что-то подобное Только в уже Усовершенствованной Несколько раз В форме Так Так и не понял Откуда у тебя Это прядка Ребят У меня с рождения Это седая прядь Она всегда С мной была И я думаю Что всегда будет Вот Как тебе Фиделио Панч Клаб Да Элитная Батл Лига Разъеб Гордишься Своими успехами Конечно Я горжусь Я не столько горжусь Сколько я охуеваю Что это правда происходит Вот К Маркулу Очень хорошо отношусь Он прикольный Чувак И у него Очень клевая музыка Вот Книги Любишь читать Да Любил Пока не стал Чуваком Который занимается Только Только музыкой И ничем Я не то чтобы Книги Я вообще Какой-то контент Очень сейчас Слабо потребляю Но я надеюсь Что я возьму Какой-то перерыв Более-менее длительный И разряжу Как-то работу Творчеством Какими-то другими вещами Так Вот А ну Насчет следующего Релиза Я уже все сказал Ну Вот я видел тут Вопросы Про Тематику Все Он не будет Космической тематики Если кому-то Это интересно То есть История с космосом Это изначально По задумке Была вот история Фантом-1 Этого космического корабля Стори-теллинг Пролог Основная часть Эпилог Соответственно Это зацепило и Аркхам Потому что Аркхам Это проекция всего Что происходит за год Но все В общем Тема с космосом Закрыта Я все рассказал И все Всю историю Всю картинку Которую я хотел рассказать На эту тему Я рассказал Дальше Дальше будут другие тематики Футуризм останется в деле Потому что я считаю Что за футуризмом Будущее А панчлайн Еще один панчлайн Прямо здесь Сейчас Что ты можешь сказать Про гнойного Ох, ребят Сколько я уже всего Говорил про гнойного В своей жизни Так Пересматриваешь Свои старые батлы Я Пересматривал Батл С Сином Ну отдельные какие-то куски Мне первый раунд Там В какой-то момент Я прям Охуевал Я такой Блядь Это что правда Я сделал Вот Пересматривал Батлы Очень часто Пересматривал батлы Еще когда батлился Чтобы понять Все ошибки То есть Понять Проконтролировать Как-то чтобы в следующий раз Такого не было Вот соответственно Сейчас недавно Пересматривал пару раз Свой батл С гнойным Как раз Чтобы сделать Какие-то выводы Перед уже батлом С топором Человек Это пролог к альбому История трека Человек Еще не закончена Я пока не могу рассказать Раз не будет космоса То будет жесткач Ну ребят Это какие-то вещи Совсем разных плоскостей Космос Это тематика А жесткач Это же Эмоциональный настрой Насчет Злости Незлости Будет все В зависимости от того Как я буду себя ощущать В тот момент Конечно Злых треков Стало чуть меньше Просто потому что Процентное соотношение Времени Которое я провожу На таких прямо Яростных эмоциях Оно в жизни уменьшилось Это нормально Я меняюсь как человек Со мной меняется С мое творчество Оно взрослеет И Это процесс Без которого Вообще В принципе Прогресс невозможен Так Ты лучший батлист Батлист А рэперист Я как тебе Как я тебе Как рэперист Вот Так Че Может поговорим Про какие-нибудь Отвлеченные темы Я не знаю Просто мы всегда Говорим только про рэп А я Хотел бы знать В принципе Чем увлекается Моя фанбаса Где закупаешься одеждой Где придется Ну иногда хожу По магазинам В Москве Или в Питере Иногда заказываю что-то Если что-то нравится Из каких-то дропов Которые не у нас Происходят Лучший рэперист Спасибо большое Спасибо Это важно Как тебе Черная пантера О Поехали В общем Как всем известно Я ебанутый фанат Марвел И Мне понравилась Черная пантера То есть Ну такое Очень сложно сделать так Чтоб мне фильм Марвел не понравился Но к сожалению Я прекрасно понимаю Что Черная пантера Это слишком Банальный фильм Слишком много клише То есть Фильмы про супергероев Они не отличаются никогда Особой оригинальностью Всегда понятно Что есть герои Есть антагонист Который зачастую Является там Злой копией героя И там уже Туда-сюда Ну Подъем Там Спуск Подъем Вот так все фильмы Устроены про супергероев Но Черная пантера Там совсем прямо Клише на клише Меня конечно Это не особо смутило Я все равно Вот так вот смотрел С охуевосом Типа Ебать Костюмы Как красиво Нахуй Ваканда Прямо здесь Где же шестой камень Бесконечности Но я понимаю Почему Его чуть-чуть хейтят Вот Но и мне повторюсь Конечно понравилось Потому что Я на этой хуйне Просто повернутый Я уже показал Багиру Три раза Сегодня Так Как Космосом И историей Бро Не понял Не понял Немножко А космос Я понял Теперь понял Рик я учусь На юриста В наше время Как думаешь Нужно ли высшее образование Ну Я не могу сказать Что высшее образование Необходимо в 100% Случаев Точно так же Как и нельзя сказать Что оно нахуй не нужно Но оно точно Не обязательно Для того Чтобы кем-то стать Почти в любой сфере Ну Кроме конечно Совсем очевидных вещей Типа медиков И всего такого Вот Хочу увидеть тебя На зашкварных историях Хорошо договорились Гена Спасибо большое За футболку Она просто огонь Йо Спасибо всем Кто Раскупает У нас остатки После концертов Мерчухи У нас есть Если что Вот Рекламная Пауза Есть Свитшот Файв Есть Футболки Рекиев Пока Новый мерч Находится в процессе Того что мне Нихуя не нравится В этом мире Старый Можно купить В группе Если что Ян Ты любишь Побыть один Ну я же даже Про этот трек Написал Я обожаю Побыть один В меру В меру В меру Я При этом Я Ну Не называю Там себя Интровертом Не делаю Из этого Какую-то Излишнюю Романтику Но Мне правда Искренне Необходимо Иногда Побыть в одиночестве И это то Без чего Я Ну не могу Я Я себя чувствую Что я Если я там За месяц Например Не провел Там Хотя бы Дня Три Четыре В каких-то Раздумьях В В сольных Я Я чувствую Что я куда-то Не туда Качусь В это время Вот Гена У тебя есть Какой-нибудь Самый любимый Фильм Марвел Ну Во-первых Мне нравится Первый Халк Это конечно Конечно же Я тут Почти что Одинок Вот в этом Я тоже Один Я Я люблю Первого Халка Который Как его Как же Эдвард Нортон Там его играет Да Ну что Мне нравится Нравится Конечно Третий Железный Человек Нравится Третий Капитан Америка И второй Капитан Америка Просто охуенный Ну Мстители Мстители Всем нравится Много Чего В общем Нет такого Что я Что-то Прям сильно Выделяю В твоих Треках Вижу себя Обожаю Это то То ради Чего Я это делаю Спасибо большое За этот Комментарий Ты можешь Во время Версуса Затягивать Людей За камеру И пиздить Ох Ребят Так Я скоро танцую В школе А ты выступал В школе Да Я выступал В школе У нас там были Театры всякие В которых я играл Всякие выступления Но я такой был Активный Долбоеб в школе Совет интерната Все такое Старостат Я был и старостой И всякой такой хуйни Го В Донецк Так Что посоветуешь Посмотреть Но давайте так Насчет фильмов Я уже не раз говорил Что 7 психопатов Крутой фильм Мы до сих пор Его не посмотрели А насчет Вот сериалов Что я чаще смотрю Потому что я К сожалению Не могу заснуть Никогда Просто так Вот я не могу Лечь Уснуть У меня начинается Какой-то ворох мыслей Сумасшедший Я себя чувствую Ну я Я начинаю Проспаться И все Я уже не могу Я сижу Или начинаю писать текст Или я о чем-то думаю Переживаю Поэтому Если я не ухожу Мыслями Какой-то контент Я не могу заснуть Поэтому из сериалов Ну Все знают Там Breaking Bad Охуенный сериал Шерлок Черное зеркало Это так все знают Но еще В 150 раз Но Обязан я Посоветовать Всем сериал сообщества Комьюнити То есть И если есть возможность Посмотрите В оригинале Или хотя бы с субтитрами Потому что там очень много Панчлайнов Игр слов Смешных Просто это разъебный Самый смешной сериал На планете Вот Еще кстати Люблю на ютубе Смотреть Шоу Пора разбираться Загуглите Тоже Ну Там специфический юмор Своеобразный Я его называю Смешной Потому что для меня Этот юмор Гораздо смешнее Чем все остальное Что происходит в России И не только Шоу Пора разбираться А вот весь их канал Стендап клуб номер один Там Московская такая Концентрация Блогеров Блогеров Бл***ь Сука Простите Ребят Что-то из вас увидит Я не хотел называть вас блогером В общем Московская коалиция Стендаперов Два слова Перепутал из трех Там есть очень крутые Чуваки Долгополов Александр Идрак Мирзелизаде Артур Чапарян Квашонкин Они все очень охуенные Мне очень нравятся Их сольные выступления И вот эти Их шоу есть Шоу вечер-вечер Посмотрите Если кому-то Интересно Как должны выглядеть Интервью на русском языке И шоу Пора разбираться Это как Прожектор Пэрис Хилтон Только смешно Вот Обожаю этих чуваков Надеюсь Какой-то я прирост Вот этим своим упоминанием Хотя бы небольшой да Потому что Если вам нравится Мой юмор Там на батлах И я думаю У вас чувство юмора Схоже с моим И вам должно понравиться Это шоу Вот Напишите там Им там весточку Если понравится Что вы отрекиев Так Смотрел сериал Соучастник Нет не смотрел Пойдешь за шварные истории Ну все Я что-то уже пообещал кому-то А что ты Оби-Ван сделал Что на тебя сорвался Да была история Но мы уже все решили И замяли Так что я не вижу смысла Лишний раз упоминать Почему не идешь на вписку Прикольный же формат Ну во-первых Пока что не звали А во-вторых Я до сих пор До сих пор Не посмотрел ни одной вписки Кроме вписки с Янгтрепой А я боюсь Что вписка из тюрьмы Это не самый Не самая хорошая Лакмусовая бумажка Для формата Поэтому я пока даже не знаю Что там обычно происходит У них новый выпуск Вышел кстати Пора разбираться Да я знаю И я кстати Планирую его посмотреть Прямо сейчас Нет Было прикольно Если бы я включил И 40 минут Просто смотрел Как новый альбом Янгса Есть очень прикольные треки Я еще не все послушал Но то что я послушал Мне некоторые из них понравились Очень стильный Мне очень понравился трек Old School Ну Есть у него свой особенный шарм За какие из очень старых треков Тебе не стыдно За все стыдно Ну точнее Мне искренне не стыдно Не за один из них Потому что это часть моей истории Но вот так вот включить При Людях На каком-то светском рауте Я бы не смог За кого будешь голосовать на выборах Я ни за кого не буду голосовать на выборах И я не призываю Не голосовать на выборы Точно так же Как я и не призываю Голосовать на выборах В общем Я максимально аполитичен И Все это знают Что я стараюсь вообще Не высказываться на эту тему Вот Почему никто не затрагивает Тему клипов Гена расскажи о клипах Хотел у вас кстати спросить На что бы мне снять клип с альбома Потому что У меня Несколько вариантов Сейчас я вам их озвучу Ну соответственно Автопилот Про который мы уже сегодня говорили Второе солнце И Какое есть Вот три варианта Напишите пожалуйста Какой из этих треков Вы бы хотели увидеть Экранизированным И я посмотрю На Отдачу И скорее всего Так и сделаю Как вы скажете На один И на бэкпэк Не буду снимать клипы По определенным По разным причинам Потому что Один Вы сами понимаете Почему это очевидно А бэкпэк Так как я бы хотел Экранизировать У меня Ну это просто Невозможно сейчас Технически Второе солнце Второе солнце Второе солнце Автопилот Эпилог Ну Эпилог Так какой есть Второе солнце Автопилот Автопилот Второе солнце На любой трек Серьезно Ну нет Я понимаю Что Я могу выбрать Любой Но я же вот Второе солнце Второе солнце Ну я понял Наверное Еще вопрос Может сделаю В группе Но Тут сильно Прям превалирует Второе солнце У нас в чате Ну вот сейчас Про какое есть Стали писать Сто раз Нет Опять Второе солнце Я понял Но Я в общем Именно эти треки Подобрал Как те Которые я хочу Ну наиболее бы Хотел увидеть клипами Вот Но Кена никак не могу Запомнить Когда баттл Четвертого марта О пишет Про пора разбираться А какие вам Нравится шоу на ютубе Вот давайте так Я задаю вам вопрос Все перевернулось Вот Мне вот Больше всего нравится Я уже сказал Какое Все Все ребята Понял про второе Солнце Я рад Что вам так нравится Этот трек На Денди Я бы не хотел Снимать клип По той же причине Что на Бэкпэк Изи Рэп Так Че там дальше Трэш Лото Ну это я все знаю Есть что-нибудь Такое новенькое Что мне Шиморы Это что такое Вообще Зашкварные истории Трэш Смэш О мне по-моему Хэв говорил Что-то про Трэш Смэш Баттл Рэп Баттл Рэп Хорошее шоу Класс народа Денис Чужой Самое охуенное шоу Тоже от стендапера Класс народа Я посмотрю Сейчас Да я запишу Записал Дэнди Или PS1 Ну Дэнди у меня не было никогда А PlayStation Первая у меня была Ну имеется ввиду В детстве Никогда не было Дэнди Так-то я Держал в руках Скажем его Паша Техник Смотрит Да я так охуел С этого отрывка Где он Сравнивает Гуфа с Долгопрудным То есть Ой Навальным Потом говорит Стереть это с камеры Паша Техник Конечно Харизма ходячая Новый Москву клип Да обязательно сниму Братан OPSS Тоже не знаю Что это такое Записал Ознакомлюсь Может в какой-нибудь Следующих транс Скажу Транс Так Чем кормишь Багиру Ебануто дорогим Кормом она Блять питается У нее найдут Денег больше Чем у меня уходит Нет на самом деле Это не так конечно Общаешься с Эльдаром Да общаюсь Эльдар мой кореш Мой бро Заврались На сметану ТВ Ладно все Записал Три шоу Ознакомлюсь В последнее время В последнее Ну вот так вот Я блять Говорю-говорю Разучился Ознакомлюсь В ближайшее время Я больше всего Люблю смотреть Записи Трансляции Рекиев Ну это приятно Конечно Но я вообще Мне так тяжело Понять Почему люди Смотрят записи Трансляции Я понимаю Прикол вот так Вот в живую Пообщаться Для меня Это охуенно Но записи Ну я конечно Я там понимаю Когда Дают тайм-коды И говорят Вот тут он говорит Про того Тут он говорит Что блять Тот хуесос Тут он там Говорит что Оксимирон Заебись Тут он там Говорит про Версус Это конечно Да Так Давай клип на кислород Конечно Это вообще Было бы Охуенным ходом А выпустит трек На блять Трехлетней давности Клип Опять все Перепутал Так Зацени сериал Последователи Я смотрел сериал Последователи И Что-то так Мне стало скучно В середине второго сезона Что я даже Не досмотрел Был когда-нибудь В Западной Европе Да Был Я в Европе Почти везде был На самом деле И мне везде Охуенно понравилось Я как бы Я фанат Вот этой хуйни Ну я Очень часто На самом деле Мониторю Какие-нибудь билеты Куда можно взять По какой-нибудь Хорошей цене И улетаю Там дней на 5-6 Просто погулять Послушать музыку Так что я Такой Заядлый путешественник Смотрел доктор Кто не смотрел Чуваки Вот такая вот У меня история Жизнь Вот из всего Что ты Пересилил Рэп Перископ Перечислил А Да Давайте так Так и назовем Трансляцию Во все тяжкие Охуенно Один из моих Любимых сериалов Ладно Давайте что-нибудь Про О Речитативное Нашептывание Да Иванушки Интернешнл Что как вам Инициатива Игоря Матвиенко Запретить рэп Была такая тема На днях Что он Ну что-то Такого формата Сказал Что вот В Китае Запретили рэп Нам бы Неплохо Не так кардинально Но что-то Перенять у наших Друзей И сказал Что Рэп Пропагандирует Употребление наркотиков Что у него Дети-подростки А в топах песни Где романтизируется Вот это вот Секс и наркотики И все такое И мне написали Из РБК Сказали Ну можете Типа дать свой комментарий Дали на это 20 минут Я такой Ну да легко Вот Сел написал комментарий Потому что Я конечно же Ну и там это Если кто-то читал эту статью Видел Там правда не целиком Мой комментарий Но я конечно же против Любой цензуры в музыке Потому что творчество Оно заканчивается Вот ровно там Где начинается цензура Творчество Это что-то по определению Это априори Свободная От каких-то рамок Тема И если Начинаются какие-то барьеры Запреты То все Творчество сразу заканчивается И идет нахуй Вот А насчет детей-подростков Ну Всем же понятно Что воспитывать Ну я надеюсь Что всем понятно Что воспитывать детей Должны родители Смысл не в том Чтобы запретить Нахуй все Что может Хоть как-то Негативно повлиять На ребенка И на его становление Как личность А научить его Правильно воспринимать вещи Объяснить ему Воспитать Это же называется Воспитание Вот Хип-хоп Запрещать не собрались Мы будем петь Тогда попсу Вот Так Но при этом При этом Я считаю Игорь Матвиенко Гениальным автором И композитором Потому что Как я уже говорил Группа Иванушки Интернешнл Это вообще лучшее Что происходило С музыкой Вот Она Это моя любимая группа С тех пор Как я себя помню С трехлетнего возраста Респект Тучи Вселенная Тополиный пух Букет сирени Ебать У меня опять Началась эта тема Смотрите У меня Ну вы наверное Не видите Но у меня Отсчет идет Сколько я могу Еще с вами поговорить Инстаграм Говорит мне Мол завязывай Осталось минут 47 Так Давайте Я отвечаю На Последние Там три вопроса Если успею О мобильной Блондинке Мобильной Блондинке Я вот увидел Только как раз После этой истории Это конечно Трешанин Вот Так Тут что-то про Марвел Говорили Но уговорили Уже закончили Вот Гена Учится на 4 Или на 5 Чувак Ну я Как бы Хорошист У меня опять Но иногда Там проскальзывают Тройки Но я потом Хожу Как-то Закрываю Делаю Какие-то Практические Работы И вытягиваю На 4 Так что Раньше Отличником Был до начальной Школы Сейчас уже В 9 Учусь Поэтому Ну Так Очень рад Очень рад Очень рад Что мой Земляк Одолел Всех На Турнире 140 BPM Сохрани Трансу О Это вот Очень хорошо Что так Вовремя Напомнили Что я Сейчас Не забуду В общем Сохранить Так Вообще Респект За треки Ладно В общем Закругляемся Действительно 20 секунд Осталось Еще раз Огромное Спасибо За За Фидбэк За отзывы И в особенности За репосты Нового трека За ретвиты Я вас очень люблю Ребята Жители Редактор субтитров